— Да все же не будет ли твоя слава вознаграждением за то, что я подчинилась твоим желаниям? Войдем, я все же буду жить, раз обо мне останется воспоминание на твоей палитре. Открыв дверь, влюбленные встретились с Парбусом, и тот, пораженный красотой жилеты, у которой глаза были полны слез, схватил ее за руку, подвел ее, всю трепещущую к старику, и сказал, — Вот она. Разве она не стоит всех шедевров мира? Фринховер вздрогнул. Перед ним в бесхитростно простой позе стояла жилетта, как юная грузинка, пугливая и невинная, похищенная разбойниками и отведенная ими к работорговцу. Стыдливый румянец заливал ее лицо, она опустила глаза, руки ее повисли, казалось, она теряет силы, а слезы ее бнимым укором насилию над ее стыдливостью. В эту минуту Пуссен в отчаянии проклинал сам себя за то, что извлек это сокровище из своей коморки. — Жилетта, уйдем отсюда, — сказал он. При этом восклицании, при этом крики возлюбленной его радостно подняла глаза, увидела его лицо и бросилась в его объятия. — Так значит, ты меня любишь, — отвечала она, заливаясь слезами. Проявив столько мужества, когда надо было утаить свои страдания, она теперь и нашла в себе сил, чтобы скрыть свою радость. — О-о-о! Предоставьте мне ее на одно мгновение, — сказал старый художник, — и вы сравните ее с моей Катрин. — Да, я согласен. В возгласе Фринховера все еще чувствовалась любовь к созданному им подобию женщины. Можно было подумать, что он гордится красотой своей Нуазезы и заранее предвкушает победу, которую его творение одержит над живой девушкой. — Ловите его на слове, — сказал Парбус, хлопая Пуссена по плечу. — Цветы любви недолговечны, плоды искусства бессмертны. — Неужели я для него только женщина? — ответила Жилетто, внимательно глядя на Пуссена и Парбуса. Она с гордостью подняла голову и бросила сверкающий взгляд на Фринховера. Но вдруг заметила, что ее возлюбленный любуется картиной, которую при первом посещении он принял за произведение Джорджоны. И тогда Жилетто решила. — Идемте наверх. На меня он никогда так не смотрел. — Старик, — сказал Пуссен, выведенный голосом Жилетто из задумчивости. — Видишь ли ты этот кинжал? Он пронзит твое сердце при первой жалобе этой девушки. Я подожгу твой дом, так что никто из него не выйдет. Понимаешь ли ты меня? Николай Пуссен был мрачен. Речь его звучала грозно. Слова молодого художника и в особенности жест, которым они сопровождались, успокоили Жилетто. И она почти простила ему то, что он принес ее в жертву искусству и своему славному будущему. Парбус и Пуссен стояли у двери мастерской и молча глядели друг на друга. — Входите, входите, — сказал им Старик, сияя счастьем. — Мое произведение совершенно, и теперь я могу с гордостью его показать. Охваченные нетерпеливым любопытством, Парбус и Пуссен выбежали на середину просторной мастерской, где все было в беспорядке и покрыто пылью, где тут и там висели на стенах картины. Оба они остановились сначала перед изображением полуногой женщины в человеческий рост, которое привело их в восторг. — О, на эту вещь не обращайте внимания, — сказал Фрэнховер. — Я делал наброски, чтобы изучить позу. Картина ничего не стоит. — А тут мои заблуждения, — продолжал он, показывая художникам чудесные композиции, развешанные всюду по стенам. При этих словах Парбус и Пуссен, изумленные презрением Фрэнховера к таким картинам, стали искать портрет, о котором шла речь, но не могли его найти. — Вот. — Смотрите, — сказал им старик, у которого растрепались волосы, лицо горело каким-то сверхъестественным оживлением, глаза искрились, а грудь судорожно вздымалась, как у юноши, опьяненного любовью. — Ага, — воскликнул он, — вы не ожидали такого совершенства. Перед вами женщина, а вы ищете картину. — Так много глубины в этом полотне. Воздух так верно передан, что вы не можете отличить от воздуха, которым вы дышите. — Где искусство? Где? Оно пропало? — Исчезло. — Не кажется ли вам, что вы можете охватить рукой этот стан? — Да, недаром я семь лет изучал, какое впечатление создается при сочетании световых лучей с предметами. — А эти волосы? Как они насыщены светом! — Она вздохнула, кажется. — Она сейчас встанет, подождите. — Видите вы что-нибудь? — спросил Пуссен Парбуса. — Нет. А вы? — Ничего. — Предоставляя старику восторгаться, оба художника стали проверять, не уничтожает ли все эффекты свет, падая прямо на полотно, которое Френховер им показывал. Они рассматривали картину, отходя направо, налево, то становясь напротив, то нагибаясь, то выпрямляясь. — Да-да-да-да-да-да, это ведь картина, — говорил им Френховер, ошибаясь относительно цели такого тщательного осмотра. — Глядите, вот здесь рама, мольберт, а вот, наконец, мои краски, кисти. И, схватив одну из кистей, он простодушно показал ее художникам. — Старый ланскнехт смеется над нами, — сказал Пуссен, подходя снова к так называемой картине. — Я вижу здесь только беспорядочное сочетание мазков, очерченное множеством странных линий, образующих как бы ограду из красок. — Мы ошибаемся? — посмотрите, — возразил Парбуз. Подойдя ближе, они заметили в углу картины кончик голой ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность. Кончик прелестной ноги, живой ноги, они остолбенели от изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного, медленного, постепенного разрушения. Нога на картине производила такое же впечатление, как торс какой-нибудь Венеры из поросского мрамора среди руин сожженного города. Под этим скрыта женщина, — воскликнул Парбуз, указывая Пуссена на слои красок, наложенные старым художником один на другой в целях завершения картины. Оба художника невольно повернулись в сторону Фрэнховера, начиная постигать, хотя еще смутно, тот экстаз, в котором он жил. «Он верит тому, что говорит», — сказал Парбуз. «Да, друг мой», — ответил старик, приходя в себя. «Верить необходимо. В искусстве надо верить. Не надо житься со своей работой, чтобы создать подобное произведение». Парбуз похлопал старика по плечу и, повернувшись к Пуссену, сказал. «Знаете ли вы, что мы считаем его подлинно великим художником?» «Он более поэт, чем художник», — сказал серьезно Пуссен. «Поглощенный своими мыслями, старик не слушал художников. Он улыбался воображаемой женщине. «Но рано или поздно он заметит, что на его полотне ничего нет», — воскликнул Пуссен. «Ничего нет. На моем полотне?» — спросил Френховер, глядя попеременно то на художника, то на мнимую картину. «Что вы наделали?» — обратился Парбуз к Пуссену. Старик с силой схватил юношу за руку и сказал ему. «Ты ничего не видишь! Деревенщина, разбойник, ничтожество, дрянь!» «Чем ты пришел сюда?» «Мой добрый Парбуз», — продолжал он поворачиваясь к художнику. «А вы? Вы тоже насмехаетесь надо мной?» «Отвечайте! Я ваш друг! Скажите, может, я испортил свою картину?» Парбуз, колеблясь, не решался ответить, но на бледном лице старика запечатлено было столь жестокое беспокойство, что Парбуз показал на полотно и сказал. «Смотрите сами». Фринховер некоторое время рассматривал свою картину и вдруг зашатался. «Ничего? Ровно ничего. А я? Я проработал десять лет». Он сел и заплакал. «И так я? Я глупый безумец. У меня нет ни таланта, ни способностей. Я только богатый человек, который бесполезно живет на свете. И мною, стало быть, ничего не создано». Он смотрел на свою картину сквозь слезы. Вдруг он гордо выпрямился, окинул художников сверкающим взором. «Клянусь плотью и кровью Христа. Вы просто завистники. Вы хотите внушить мне, что картина испорчена, чтобы украсть ее у меня. Но я, я ее вижу!» – кричал он. «Она дивной красоты!» В эту минуту Пуссен услышал плащ жилетты, забытый в углу. «Что с тобой, мой ангел?» – спросил ее художник, снова ставший любовником. «Убей меня», – сказала она. «Любить тебя по-прежнему было бы позорно, потому что я презираю тебя. Я люблю с тобой, и ты мне отвратителен. Я тебя люблю, и мне кажется, уже ненавижу тебя». Пока Пуссен слушал жилетту, Френховер задергивал свою Катрин зеленой саржей так же спокойно и заботливо, как ювелир задвигает свои ящики, полагая, что имеет дело с ловкими ворами. Он окинул обоих художников угрюмым взором, полным презрения недоверчивости. Затем, молча, с какой-то судорожной торопливостью, проводил их за дверь мастерской и сказал им на пороге своего дома «Прощайте, голубчики». Такое прощание навело тоску на обоих художников. На следующий день Парбуз, тревожаясь о Френховере, пошел к нему снова его навестить и узнал, что старик умер в ночь, сжегши все свои картины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...